В преддверии Дня памяти жертв ДТП сотрудники Щелковской госавтоинспекции и 5-го батальона 2-го полка ДПС ГИБДД напомнили жителям о правилах безопасного вождения. Предупреждаем о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения и уступать дорогу пешеходам. Вручаем вам вот такую память, которая вас предупреждает задуматься и вспомнить о том, что жизнь бесценна. Всегда думаем. Этот автомобиль, участник дорожного транспортного происшествия, его подрузили на эвакуатор для того, чтобы показать людям, что жизнь хрупка, особенно когда находишься на дороге. Инспекторы провезли искаженный автомобиль по городу, привлекая внимание водителей и пешеходов. По пути останавливали прохожих и велосипедистов. Необходимо соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать дорожного транспортного происшествия. Только мы все вместе, соблюдая правила дорожного движения, сможем избежать и минимизировать опасность на проезжей части. И, конечно же, избежать таких ситуаций, как вот на эвакуаторе у нас сейчас находится автомобиль. Водитель данного транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения и, проезжая через пешеходный переход, он поздно уже заметил пешехода, который двигался по разрешающему пешеходному переходу на разрешающий знак светофора, на зеленый свет. И не справился с управлением, хотел объехать данного пешехода. Статистика ДТП в Щелкове фрязнилась и на Петровском, говорит о том, что водители часто пренебрегают правилами безопасности и отвлекаются за рулем. Самая уязвимая категория участников дорожного движения – люди преклонного возраста. Из-за слабого зрения и слуха пенсионеры не замечают приближающихся машин, когда переходят дорогу. За 10 месяцев текущего года на территории нашего обслуживания случилось 3556 дорожно-транспортных происшествий. Из них с пострадавшими 73 человека. Пассажиры, пешеходы – все они были участниками дорожного движения. А это свежие кадры из центра города. Молодой человек без оглядки выбегает на проезжую часть. Что мешало ему посмотреть по сторонам, будет над чем подумать на больничном. Какие еще неприятности подстерегают детей по пути в школу и обратно, госавтоинспекторы и специалисты отдела по делам несовершеннолетних рассказали на общегородском родительском собрании в Щелковской школе номер 4. Было обращено внимание на правила поведения детей на дороге по пути исследования в школу, по пути исследования из школы, в безопасных маршрутах. Обращено было внимание также на правила перевозки детей с демонстрацией, к сожалению, тех печальных последствий, тех видеороликов, которые имеют место быть, к сожалению. Основная обязанность родителей, да, значит, скажем так, толковать каждому ребенку правила поведения на дороге. В память о погибших в ДТП в часовне на территории управления МВД священнослужители Троицкого собора Щелкова провели заупокойную службу. В молитве звучит надежда на то, что здравый смысл и осторожное поведение пешеходов и водителей на дороге помогут избежать страшных аварий. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Александр Оржевский. Щелковское телевидение.